Всем привет. Меня, как уже сказали, зовут Виктория. Я ведущий разработчик в Rambler на проектах чемпионата фишер-рестораны. И хочу сегодня с вами поговорить о ставшей очень популярной библиотеке RxJava. Можете поднять руки, кто использует в своем продакшн-коде? О, супер, супер. А кто тесты пишет? Ну, код на RxJava. Ну, отлично, нам будет о чем с вами поговорить. Ходят, конечно, слухи, что тестировать код с RxJava достаточно сложно. Давайте сегодня разберемся, так это или нет. И для начала хотелось бы вспомнить то, за что мы все так любим RxJava. Я думаю, знакомство каждого из вас с этой библиотекой началось с Absurable. Этот класс позволяет нам строить цепочки вычисления, используя большое количество уже встроенных операторов в него. Вот здесь как раз представлен пример некого Absurable, который внутри себя содержит цепочку операций. И как мы все знаем, Absurable является набором отложенных операций. И для того, чтобы запустить эту цепочку вычисления в действие, на него нужно подписаться, используя один из множества методов subscribe. Самый каноничный пример является метод subscribe с параметром типа subscriber. И все вместе это представляет паттерн-наблюдатель, который как раз и обеспечивает нам ту самую реактивность, за которую мы так любим RxJava. Но для меня лично, когда я в свой Android-проект BuildGradle подключала зависимость на RxJava, было именно то, что Absurable имеет два… Ой, извините, забыла вам рассказать про subscriber. Ну, subscriber так сейчас быстренько… Да, потом про те методы, это будет такая интрига, почему я выбрала RxJava. Пока можете подумать, что это за методы. И, значит, subscriber. Если говорить в терминах языка программирования Java, subscriber — это абстрактный класс, реализующий два интерфейса observer и subscription. Observer, в свою очередь, нам описывает контракт взаимодействия, ну, потока сообщений. Вот, имеет внутри себя три метода, первые два из которых являются терминальными, и один из них может быть вызван максимум один раз. Вот, и, соответственно, метод on-next нам позволяет получать сообщения в виде объектов Java класса и как-то их обрабатывать. Интерфейс же subscription позволяет нам освобождать ресурсы, на которые ссылается Absurable, да, для своих вычислений. Я выбрала именно RxJava. Было то, что в RxJava есть вот такие два замечательных метода, я думаю, каждый из вас ими пользуется. Вот, давайте вспомним, как они работают. Ну, во-первых, я говорю, что как раз вот эти методы нам позволяют с легкостью манипулировать планировщиками потоков, тем самым мы можем с легкостью обеспечить асинхронность и параллельность вычислений в своем коде. Вот, и здесь представлен пример загрузки, ну, в данном случае видов спорта, скажем, с удаленного сервера. Далее мы осуществляем какие-то преобразования над входящим массивом данных и выводим мы их на средства вывода, ну, например, консоль. Итак, как вы видите, я тут уже использую subscribe.on и observe.on. Вот, посмотрим на subscribe.on. Я передаю туда планировщик потоков I.O. и subscribe.on, как мы помним, задает нам тон, задает тон в сеть с почки вычислений, говорит о том, на каком планировщике потоков вычисления должны начаться. И, соответственно, загрузка данных начнется на потоке I.O., что очень-то даже замечательно. Далее я хочу переключить планировщик потоков. Делаю это, используя observe.on. И, соответственно, все вычисления над полученными данными происходят на планировщике computation. И в следующем observe я уже снова меняю планировщик для того, чтобы вывести данные в консоль, вывести результаты вычислений на консоль. Итак, вспомнив о всех основных плюшках библиотеки RxJava, перейдем, пожалуй, к тестированию. И я предлагаю протестировать конкретный кусок кода. А для того, чтобы было понятно, как это тестировать, я приведу его в контексте класса, в частности, вот, спортинтерактор. Для того, чтобы начать тестирование метода getSportLabels, нам необходимо сделать метод loadSport фейковым. Ну, потому что мы вряд ли хотим, чтобы наши юнит-тесты ломились на удаленный сервер и тратили время или там падали вообще по не тем причинам, которые мы хотим. Вот, соответственно, для того, чтобы создать фейковую реализацию метода loadSport, или, как это говорят, замокать, я использую достаточно популярную библиотеку Makita. Я надеюсь, что многие из вас с ней знакомы, я поэтому на ней подробно останавливаться не буду. Тут лишь приведен пример, как я мокаю метод loadSport. Теперь он мне возвращает массив из трех видов спорта, два из которых являются активными, а именно мы по этому признаку фильтруем их в том куске кода и сортируем мы по рейтингу, по возрастанию. Соответственно, в результате запуска этого куска кода мы должны получить сначала футбол, потом волейбол. Вот, перейдем к тесту. Как мы помним, обсерва является цепочкой отложенных вычислений, чтобы запустить на выполнение эту цепочку, получить результаты и проверить эти результаты. На обсерва нужно подписаться. Здесь я использую сабскрабер. Собственно, все выглядит достаточно логично. В callback я использую assert.junit. Ну, все хорошо, по идее, да. Тест запускаем, тест проходит. Как вы считаете, этот тест гарантирует нам то, что мы тот код правильно написали? Как считаете? Ну ладно, подскажу, не гарантирует. Знаете почему? Вот если я поставлю breakpoint, да, вот на эти assert'ы, и запущу вот этот вот тест в режиме debug, я ни на один из breakpoint не попаду. Почему, спросите вы. Ответ следующий. Вы помните, мы меняли планировщики поток. Вот. А тест выполняется, ну, в своем потоке тестовом. И просто тупо не дожидается, пока вот придут данные в эти callback. Как решить поставленную задачу? Как все-таки дождаться результатов вычислений? Ну, первое, что приходит мне в голову, можно сделать так. Круто, нет? По-моему, вообще не круто, да? Типа, ну, наш тест, секунда, да, сейчас будет выполняться. Ну, и не для каждого обсербла секунды хватит, да, вы это понимаете. Как исправить положение? Можно использовать блоки на обсербл. Блоки на обсербл получить достаточно просто. Достаточно на любом обсербл вызвать метод toBlocking, который как раз заблокирует основной поток, дождется результатов вычислений, и результаты вычислений уже можно будет получить как раз из блоки на обсербл, используя такие методы, как first, last. Вот, я в данном случае использую метод итератор. Вот. И проверяю с помощью, опять же, assert of junit, что результаты получены верно. Вроде лучше, да? Но как бы не очень наглядно. И что, если я хочу протестировать, там, чтобы был вызван toComplete или там onError. В общем, это можно сделать изящней. Для этого существует test subscriber. Используя test subscriber, я могу подписаться на тот обсербл, который хочу протестировать. Вот. И используя множество методов, которые нам предоставляет тестовый subscriber, проверить, что результаты вычислений соответствуют моим ожиданиям. Вот. И прошу заметить, я тут использую метод у test subscriber await terminal event, который также, как, собственно, и toBlocking блокирует основной поток и дожидается результатов вычислений. Вот. Но что делать? Что делать? Если наш абсербл не имеет терминального состояния. Или же наш абсербл имеет кучу длеев, да? И длится там, ну, несколько минут или часов. Вот. Что делать в этом случае? В этом случае нам поможет test scheduler. Буду называть scheduler. Мне так больше нравится. Так ласково изучит, что ли. Вот. Значит, приведу его использование на примере. Хочу протестировать вот этот метод, который делает запрос на сообщение к серверу на заданном планировщике потоков и с заданной периодичностью. Вот. Хочу его протестировать. Создаю объект класса test scheduler. Передаю его в тот метод, который хочу протестировать. Задаю период равный одной секунде. Подписываюсь на абсербл, используя знакомый уже тестовый сабскрайбер. И задаю на тестовом scheduler время его работы 10 секунд. И с помощью встроенных асердов в тест сабскрайбер проверяю, что все произошло правильно, что действительно за 10 секунд с периодом в одну секунду мы запросили сообщение сервера именно 10 раз. И самое важное здесь это то, что этот тест 10 секунд длиться не будет. Этот тест займет ровно столько времени, сколько нужно на выполнение вот этих всех операций. Задержки будут проигнорированы. Почему? Потому что тест scheduler работает с виртуальным временем. Попробую это объяснить, что такое виртуальное время. Вот представим, у нас есть некоторые задачи, между ними есть задержки во времени. Так вот тестовый scheduler, он не ждет 20 секунд. Он типа переводит быстренько стрелочки, делает пометочку, так 20 секунд я подождал, и вот копит свое время. И для управления этим временем на тестовом scheduler есть ряд методов, которые предлагаю рассмотреть. Вот один из методов это trigger actions, который нам позволяет выполнить все запланированные операции без задержки, которые запланированы, которые запланированы прямо сейчас. Вот есть метод advanced time to, который выполнит все операции, которые входят в заданный промежуток времени. И advanced time by, который работает собственно так же, как advanced time to, только за одним исключением, что если мы еще раз вызовем advanced time by, он не начнет считать время с нуля, он прибавит к тому времени, которое уже у нас прошло до этого. И для того, чтобы, так сказать, закрепить материал, предлагаю рассмотреть боевой пример из нашего реального кода, из проекта чемпионат. Расскажу сначала постановку задач. У нас вот стояла такая задача, у нас в чемпионате есть разного рода статьи о видах спорта, о спорте про статьи, о спорте у нас там есть, и каждая статья содержит внутри себя различные блоки, из которых она состоит. Блоки могут быть разного типа, может быть картинка, может быть текст, может быть какая-то цитата, и может быть ссылка на врезы социальной сети. Как мы знаем, социальных сетей у нас очень много, соответственно, для каждого такого блока нужно запрашивать контент с различных источников. Вот, и запрос этого контента может занимать разный период времени, но мы, конечно, после того, как загрузили контент каждого вот этого блока, хотим сохранить ту изначальную последовательность статьи, ну, чтобы у нас статья потом не перемешалась и не в нужном порядке эти блоки у нас не встали. Вот как раз вот этот кейс мы тестируем, вот таким вот кодом, я сейчас думаю, кто-то в зале узнает свой код. Вот, реальный код, да, вот он не идеальный, потому что рядко бывает в продакшене код идеальный. Такой вот тест мы тут с помощью Makita эмулируем как раз загрузку врезов социальных сетей, ну, с разным временем, вот дилей проставляем, далее используя тестовый шедулер, тестируем, что действительно первоначальная последовательность равна той последовательности, когда уже все социальные врезы загружены. И мы здесь не боимся ставить период времени на тестовом шедулере 10 минут, потому что, как мы знаем, 10 минут длиться, это не будет по-любому. Вот. Ну, пойдем дальше. И дальше хочу вам рассказать, что, как правило, нам необходимо тестировать не только Absurble, но и Subscriber, потому что обработка сообщения от Absurble, как правило, не менее интересна, чем построение самого вот этой вот цепочки вычислений. Итак, как тестировать Subscriber? Ну, для начала Subscriber было двух типов, анонимные и именованные. Разберем сначала, как тестировать анонимный Subscriber. Вот представлю его на примере презентера. Здесь у нас в презентере есть метод loadSports, который мы, собственно, и хотим протестировать. Протестировать его достаточно просто. Достаточно замокать метод интерактора, ну, который мы уже протестировали, да. Нужным нам Absurble. В данном случае это Absurble с одним onNext и complete. И позже мы запускаем на выполнение наш метод, который хотим протестировать. И с помощью Makita проверяем, что действительно вызвались на view нужные методы, когда произошел onNext и когда произошел onComplete. Именованный Subscriber. Это случается в нашем коде, как правило, когда мы не хотим дублировать наших подписчиков, а один и тот же подписчик у нас работает в разных частях. Вот. Как его протестировать? Тут нам поможет TestSubject. Мой любимый вид сабжектов. Значит, чем он характерен? А тем, что работает с тестовым шедулером, а это значит работает с виртуальным временем он работает, то есть мы можем управлять виртуальным временем. Ну, сообщений наших. Соответственно, как его использовать? Создаем тестовый сабжект, подписываемся на него тем сабскрайберам, которые хотим протестировать, и какие-то отправляем сообщения в тестовый сабжект, не забываем на тестовом шедулере эмулировать выполнение и проверяем, ну, опять же, вот тут используем Макита, что действительно, когда произошла ошибка, у Vue вызвались необходимые методы. Ну, пожалуй, тестирование все, и хотелось на закусочку вам рассказать о такой полезной штуке, как RX Plugins. RX Plugins. От версии к версии реализация очень сильно меняется. Расскажу, на мой взгляд, о самой актуальной, которая доступна с версии RX Java 1.1.6. Вот, реализуется в данном случае с помощью класса RX Hooks, и у этого класса есть множество статических методов, которые нам позволяют проставить нужные функции, вот в частности для того, чтобы логировать жизненный цикл Obserable. Там множество методов. Тут пример приведен, вот мы подставляем функцию Obserable Create, то есть эта функция будет вызываться каждый раз, когда будет создаваться новый Obserable. Будет действовать для всех Obserable в нашей коде. Ниже вы видите Obserable, и дальше в блоке в финале мы сбрасываем настройки, то есть сбрасываем все функции, которые проставили ранее в RX Hook. Вывод вот как раз будет следующий. То есть, как мы видим, вот такие будут создаваться Obserable, ну, когда будут отрабатывать операторы. Очень даже полезно, удобно. Там они разные есть, есть там старт, онсабскрайб, ретен, ну, в общем, покопаетесь, интересно. Также с помощью RX-плагин можно подменять стандартные планировки потоков, такие как IO, New Thread и Computation. Делается достаточно просто. Также использую статические методы. Вот я тут подменяю шедулер IO на Immediate. Запускаю Obserable и вот логирую как раз Current Thread. Там действительно будет не IO, а Main, ну, то есть текущий поток. Очень удобно в тестовых целях использовать и в целях дебага RX-плагинс. И после всего вышесказанного хочется все-таки сделать какие-то выводы. То есть о чем мы сегодня поговорили? Поговорили о том, что тестировать RX-жава оказывается не так сложно, вполне реально, даже весело и вообще удобно очень. Главное, что нужно помнить, нужно помнить, что у нас могут меняться планировщики потоков, надо не забывать их подменять. И также в ходе доклада мы узнали, что существуют такие классы помощники, как тест-сабскрайбер, тест-шедулер, тест-сабджект, которые облегчают нам очень процесс написания юнит-тестов с кодом на RX-жава. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Здесь провела ответы. Сейчас я задаваю вопросы в целом по RX-жаве, поэтому, если кому интересно, почитайте. Первый вопрос там. Первый вопрос. Никому не удавалось зациклить структуру управления, то есть подписаться на обсервабли и получать. И в свою очередь тоже на него будут подписаны вот эти обсервабли и тоже получать. Не удавалось никому так зациклить, искать потом долго баги? Ну, такое в моей практике не встречалось, нет. Ну, понятно. Ну, это случается, но не нарочно обычно. И потом долго ищут. Ну, разве что не нарочно, да. И второе, у вас там фиксировано вот это последовательность виртуального времени, я так понял, да? Так, так, так. А не пробовали случайно генерить там вот эти паузы, чтобы сымитировать реальную? Ну, как правило, паузу мы задаем исходя из наших бизнес-требований, то есть у нас есть какая-то бизнес-логика, которую нам надо запрограммировать, и там в этой нашей бизнес-логике как раз есть уже какие-то, наверное, кем-то заданные в промежутке времени там, сделай запрос на сервер каждые пять минут, и ты делаешь пять минут и, естественно, потом тестируешь. Поэтому это было схематично, этот пример. И что-то именно бизнес-логика, то что раз в пять минут? Ну, бывает такое. У вас не бывало такой задачи? Вот дергайте запрос сервера каждые пять минут, чтобы страничку обновлять. Бывает, я согласен. Вот, да, вот я об этом. Спасибо. Вижу, там вопрос. Сейчас, секунду. Добрый вечер. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Не пробовали ли вы, есть ли возможность обратную вещь протестировать? Не подменять шедулеры, а протестировать, что обсервал выполняется именно на нужных шедулерах? То есть тот же нетворк там и так далее? Да, задумалась в таком кейсе, но, честно говоря, руки не дошли это сделать. А есть возможность вообще? Ну, вроде да, вроде что-то есть. Ну, как бы реально просто не делала, не могу подробно всех рассказать. Так, тут вот еще с этой стороны кто-то был. Можно проводить какими-нибудь RxHook'ами ответ на прошлый вопрос. Спасибо за доклад. Да, вот. У меня как раз вопрос был про RxHook'и. А если у меня кастомные какие-то шедулеры, вы смотрели, их как-то можно подменять или нет? Кастомные? Нет, там прикол в этих шедулерах в том, что вот эти все, ну, работа с этими шедулерами, она зашита уже в сами классы. То есть там, если посмотрите в реализацию метода create-opseorable, там будет, ну, перехват вот как раз этого create и с помощью вот этих хуков. Вот. Если вы свой, реализуйте, вы можете тоже что-нибудь в свой хук написать. Лёна, спасибо. Еще предыдущий так вообще говорю то, что вы пишете тесты на Котлине, а это Джава. Женя говорил о том, что у нас есть возможность, если мы хотим, мы пишем. Ну, я старовер, пишу на Джаве, да. Не то, что не хочу, просто руки не доходят. Я ленивая очень. Спасибо. Вот не даете расслабиться, держите в тонусе. Я то есть как бы говорил, что да, мы пишем тесты на Котлине, но не все мы пишем тесты на Котлине. Некоторые не пишут тесты на Котлине. А вы проповедник Котлина, я так застрюю, да? Так, здесь видел, да? Секунду. Спасибо за доклад. Первый вопрос. Вы используете Фродо у себя библиотеку? Для логирования. Она на аспектах построена, там можно намного удобнее логировать, чем вы это делаете, если вы так логируете. И второй вопрос. Есть такие сущности, как сингл и комплитабл. Вы как-то их тестируете? Знаете, я их в Котлине использую. Окей. Так, еще вопросы? Ага, вижу. Спасибо за доклад. А как вы обрабатываете поворот экрана? Интересно, к тестам какое-то отношение имеет? Ну, обрабатываем, ну, стандарт, сохраняем состояние, потом восстанавливаем. То есть какая-то фоновая в Rx загрузка данных идет, вы ее останавливаете, запускаете заново? Ну, есть кэш-метод, там у нас, в общем, в разных этих проектах реализовано по-разному, ну, есть определенный там классик, да, который вот там сохраняет нужный абсеррбл, чистит. То есть сами это писали, да? Ну, конечно. Спасибо. Продолжение следует...